Это программа День с толком в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Компенсация за покупку угля и его доставку для малоимущих. Что еще предлагают власти во время топливного дефицита? Праздник для родителей. Как работает детское отделение центральной больницы в Бурле? Хотели сами поиграть в керлинг, а теперь приглашают всех в свою федерацию. Чем живет один из самых молодых видов спорта края? Субсидии и компенсации определенным категориям граждан предлагают власти за резко подорожавший уголь и его доставку. К ноябрю в алтайских районах сложился острый дефицит топлива. Некоторые территории в прямом смысле замерзали. Между тем, накануне в региональном Минстрое прошло очередное совещание по данной проблеме. Появился ли хоть какой-то свет в конце туннеля, узнавала Валентина Аскерова. Недостаток тепла жители Алтайского края, которые используют печное отопление, ощутили еще в начале октября. В регионе возник острый дефицит топлива. Причину пояснил министр ЖКХ Евангелев большой экспортный спрос кузбасского угля, нашего главного поставщика топлива. Поэтому власти вели переговоры с соседом. Месяц спустя это дало плоды. Уголь есть, в принципе, по всей территории края. Иногда бывают где-то перерывы незначительные, есть где-то, может быть, очереди по записи записаны. Но, в принципе, где-то отсутствие угля в настоящий момент и невозможности человеку купить уголь себе в домохозяйстве, таких проблем на территории края нет. За исключением, к сожалению, на одного района, это Локтевский район. О замерзающих жителях Локтевского района мы рассказываем не одну неделю. Так, жительница поселка Масальский Наталья неоднократно обращалась в районную администрацию с просьбой наладить поставки. В ее доме уголь закончился несколько недель назад. Уголь у нас вот здесь хранится. Угля совершенно нет. Угля нет, топить нечем. Все, что было, уже все вымели. Вот крошечки остались. Галина Петровна сказала, по телефону никаких комментариев не будет. А почему? Это уже не ко мне. Ну, то есть люди так и будут замерзать, правильно? Это не ко мне, я не в курсе. Ну, вы же тоже там живете. У вас есть уголь? Да, у меня есть уголь. Но спустя четыре дня Галина Петровна все-таки прокомментировала ситуацию в районе по видеосвязи. Правда, алтайскому министру ЖКХ. Двумя предпринимателями, которые торгуют для населения нашего района, они прекратили поставки из-за отсутствия подвижного состава. Значит, пока идет только уголь, но в очень маленьких количествах. Мы выдаем остро нуждающихся категории граждан по одной тонне. На сегодняшний день вывезли 77 домохозяйств, 98 тонн вывезли. Такого объема хватит всего на неделю тепла. Некоторые отказались от такой подачки. Тем более, тонну угля людям предлагают за 5,5 тысяч рублей, так как никто не отменял доставку. Кстати, половину от стоимости доставки край компенсирует. Правда, лишь ветеранам труда, труженикам тыла, да жертвам политических репрессий. 50% за доставку, мы все на это обращаем внимание, что она тоже подорожала. Соответственно, в бюджете края на эти цели предусмотрено, и мы, независимо от того, сколько стоит доставка гражданину льготной категории, 50% соответственно оплачиваем. Субсидии на ЖКХ, в том числе и на твердое топливо, которое сегодня подорожало, предоставят и гражданам с низкими доходами. На эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей, добавила Наталья Оськина. Для этого нужно обратиться в соцзащиту по месту жительства. А между тем, Российский народный фронт уже обратился в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку дефицита топлива в районах и резкого увеличения цен. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Снегопад, дождь и гололед испортили настроение не только водителям, которые с трудом выезжают со двора, а потом еще и часами стоят в пробках. Страдают и пешеходы. За пару дней в травмпункт больницы скорой медицинской помощи попали 25 человек. Пациенты поступают с переломами, растяжениями и ушибами. И речь идет только об одной больнице. Действительно, на дорогах города натуральный каток. В некоторых местах так вообще можно сразу садиться на пятую точку. Всего за пару суток в Барнауле выпала больше месячной нормы осадков. Чтобы очистить проезжие части и избежать повторения транспортного коллапса, техника работала всю ночь. Причем сгребали не только снег, но и лужи. На некоторых участках дорог произошло подтопление проезжей части. По словам синоптиков, снежная погода ожидается и на этих выходных. Алтайские предприниматели против QR-кодов. С требованием их отмены они написали письмо в Краевое законодательное собрание. Недовольных новой пропускной системой оказалось более 250 человек. По их мнению, распространение ковида перестало быть только медицинской проблемой. Теперь это касается и общественно-политической сферы. Также бизнесмены отметили и отсутствие самого закона о QR-кодах. А такое принуждение, по их мнению, инструмент манипуляции. К другим темам. Краевые депутаты приняли региональный бюджет на следующий год. Это самое главное решение третьей сессии Краевого парламента. Дмитрий Дроздов готов рассказать о его главных строках и о том, какие еще законы рассматривали депутаты сегодня. 150 миллиардов рублей. В такую сумму краевые власти рассчитали расходы региона в следующем году. Доходы 140 миллиардов рублей. Бюджет остается социально ориентированным. На сферу соцполитики потратят больше всего 50 миллиардов рублей. Пока еще все последствия различных изменений, и ограничений, трансформаций нашей жизни, которые происходят в связи с пандемией коронавируса, достаточно точно организировать сложно. Поэтому если будут дополнительные возможности, мы их с вами точно так же сопередимы. Ветераны, которые переезжают в другой регион, сохранят за собой право ежемесячной выплаты за счет средств краевого бюджета. По оценке разработчиков, на это понадобится около 2,5 миллионов рублей в год. Таких пока у нас немного человек, 310 человек. Остальные категории граждан, те, которые у нас переезжают, имеют, например, труженики тыла, там репрессированные, те же чернобыльцы, семипалатинцы, у них сохраняются все льготы и в других территориях. Большое внимание привлек проект федерального закона о санитарном благополучии населения, который поступил в краевой парламент не так давно. Речь идет в том числе о QR-кодах. На этой сессии мы не будем голосовать, мы просто эту поправку предложим снять с рассмотрения, для того, чтобы как раз провести честное обсуждение. Потому что сейчас просто на этой теме некоторые политические силы спекулируют. Наша задача широко обсудить, а не просто сегодня получить громкие публикации в СМИ. И еще одно важное решение. В ходе сессии депутаты в окончательной редакции установили ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков. 500 рублей продавцам и до 15 тысяч юрлицам. Закон прописывает ответственность и за повторное нарушение. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Неугомонные жители дома на улице Гущина продолжают бороться за свои права. На этот раз люди жалуются на затопленный подвал, из-за которого разрушается фундамент, а жить становится небезопасно. Что делать, если вы недавно заехали в новый дом, а он уже пахнет запахом благородной старости? Смотрите в сюжете. Сейчас в подвале сухо, но летом вода стояла до этой трубы. То есть вода занимала все то пространство, и вода доходила до этой трубы. Жители дома на Гущина начали подозревать что-то неладное, когда на первых этажах дурно запахло и завелись новые соседи – блохи. Сколько в их подвале стояла вода, они точно сказать не могут. Обнаружили случайно летом. Пятна в подвале у нас уже превратились в грибок. То есть так как вода стояла длительное время в подвале, воду регулярно откачивали, но вода пребывала и пребывала. Вот сейчас ее, получается, откачали. Почему ее больше нет? Ну, во-первых, холода наступила, это первое. Во-вторых, тепловые сети перерыли нам здесь все, свою проблему, а не главную, они ее устранили. Летом мы уже рассказывали об этой истории. Как итог, жильцы собрали деньги на независимую экспертизу, которая выявила нарушение. Причина подтопления – проблемы с колодцем водоснабжения. И проблема эта общая – и со стороны застройщика, и со стороны водоканала, и тепловиков. При этом в результатах экспертизы написано, что дому грозит обрушение, если подвал пустить на самотек. В данном случае есть проблема с подтоплением подвала. И я думаю, что она достаточно успешно может быть решена, потому что дом новый, и, соответственно, по закону есть гарантийный срок. В течение пяти лет они обязаны устранять различные вещи, которые связаны с нарушением, очевидно, технологии, либо каких-то других вещей. Так что уже можно составлять список проблем. Помимо подвала у людей есть претензии к аппарелям, по которым ни инвалиды, ни мамы с колясками не могут подняться. Сейчас активная группа жильцов готовит досудебные претензии. И все-таки рассчитывают, что им пойдут навстречу. Обыча застройщики стараются поставить на управление свою же управляющую компанию, которая начинает решать недоделки за счет средств текущего содержания дома, то есть за счет жильцов. Соответственно, первое, что нужно сделать – постараться все-таки управляющую компанию либо сменить, либо организовать такой контроль за ней, чтобы все-таки все эти недоделки делались за счет застройщика. Кстати, именно возле этого дома на Гущино-150-4 в начале года уже другой застройщик планировал построить десятиэтажку. Да, воткнуть ее именно между двумя этими домами. Судебные разбирательства идут до сих пор. Второй дом тоже, кстати, пошел трещинами. Пока не решена проблема и с подвалом. Так что жителям остается набраться терпения для новых судебных процессов и, возможно, уже сходить в церковь. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. В центральном магазине Барнаула электронные сигареты продают даже детям. Автомат с никотиносодержащим товаром, как выяснилось, здесь никто не контролирует. Для того, чтобы купить товар, показывать паспорт не надо. Из-за чего покупателями здесь часто становятся подростки. По словам администратора магазина, где нарушают закон о продаже такого товара несовершеннолетним, торговая точка уже не функционирует. Она здесь стоит, видите, она не работает. Ну, она здесь стоит и ей пользовались, и в том числе несовершеннолетние. Вот, смотрите, она отключена, ее сегодня должны забирать. Почему автомат до сих пор находится на территории ЦУМа, неизвестно. Вопросы, по словам сотрудника магазина, нужно задавать собственнику место распространения электронных сигарет. Мы продолжим эту тему. Продолжим. Алтайские студенты могут стать миллионерами. Попытать удачу они смогут в финале всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет в эти выходные в Сочи. Наш регион представят сразу 49 участников, и это самая большая команда среди всех вузов России. Анара Шагирова продолжит. Мы сделали свой ход! Тысяча студентов из 76 регионов России встретятся на финале конкурса «Твой ход» в Сочи 27 ноября. Самую большую команду представит Алтайский край. Это 49 участников, которые до этого стали полуфиналистами в Томске. «Твой ход» – это творчество, это креативные люди, это новые идеи, обмен опытом. Для меня «Твой ход» – это такая акция, которая дала возможность, во-первых, почистить себя, узнать о себе какие-то тонкости, покопать. В завершающем испытании конкурсантам предстоит спроектировать университет будущего. Они распределятся по восьми факультетам – карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений психологического здоровья. В командах участники будут работать над решениями важных проблем для современной молодежи и российских университетов. Жюри выберут 200 человек, которые получат премии в размере миллиона рублей – на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Для меня опыт отличался в том, что я работала с совершенно не знакомыми мне. Если бы у меня была в самом деле возможность тратить деньги на то, что я хочу, конечно же, в первую очередь я купила бы себе всю технику, которая необходима для обучения. Полуфинальное испытание с юнвером следующим образом показалось довольно необычным. Я научился в первую очередь слушать людей. У меня теперь появились друзья из Барнаула, Томска и Новосибирска. Я хочу потратить выигранные мною деньги на реализацию стартапа своего по одежде. К слову, «Твой ход» в нашей стране прошел впервые. Его организаторами стали платформа «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования. А вот новый сезон конкурса стартует в марте 2022 года. На него смогут регистрироваться не только нынешние студенты, но и выпускники школ. Анна Раша Гирова. День с толком. Десятки школьников Барнаульского пригорода, возможно, уже в этом году смогут чувствовать себя в безопасности. На этой неделе мы рассказывали о том, что ученики села Власиха вынуждены ежедневно добираться до своей школы вдоль дороги. Из-за чего их родители боятся за жизнь и здоровье своих детей. В мэрии пояснили, что сейчас расширить дорогу или принять еще какие-либо дополнительные меры не получится из-за погоды. Но уже весной опасный участок обследуют и, возможно, создадут условия, при которых пешеходы будут чувствовать себя в безопасности. А что касается вероятных несчастных случаев, пояснили следующее. В целях обеспечения безопасной доставки учащихся в школу номер 98 в микрорайоне Октябрьский действует регулярный школьный маршрут, на котором осуществляется подвоз 164 учащихся. К другим темам. В Бурле заработало детское отделение районной больницы. Для муниципалитета это событие, ведь прежде и маленькие, и большие пациенты были вынуждены приходить на прием в одно здание. Подробности далее. Детским праздником это вряд ли назовешь, но пользой для детей наверняка. В Бурле заработало отделение поликлиники для приема маленьких пациентов. Для района это событие. Детского корпуса здесь никогда не было. И десятилетиями маленькие пациенты вместе со взрослыми сидели в одних очередях. Некомфортно, говорят врачи, было всем. Реконструкция здания произошла, это бывшее инфекционное отделение. Реконструкция здания произошла в 2020 году. Началось реконструирование здания. В 2021 году, в июне месяце, мы уже принимали ребятишек в детской поликлинике. У нас работает врач-педиатр и фельдшер, ведет прием ребятишек. Новое здание полностью устраивает, потому что, как бы ни было, дети отдельно, детское отделение от предыдущего. Отдельного здания добились. Сейчас перед врачами стоит другая задача – привлечь новых специалистов. Последние два года местный педиатр Екатерина Елисеева вынуждена была вести прием в одиночку. С кадрами у нас проблема. Я когда пришла работать, было два врача, я еще один врач-педиатр. Она потом уже ушла на пенсию, я осталась уже два года одна здесь. Но вот с 1 декабря этого года придет к нам второй педиатр. При этом новый педиатр уже будет иметь опыт работы с детьми. И, как говорит руководство поликлиники, в первом квартале следующего года специалист пройдет обучение УЗИ-диагностики для малышей. А это позволит еще больше улучшить качество лечения маленьких пациентов. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Эта спортивная федерация мало кому известна, но на Алтае она есть. Группа энтузиастов, которые когда-то просто хотели покатать камни по льду, сейчас привлекают всех желающих в непривычный спорт. Дмитрий Дроздов попробовал керлинг сам и готов рассказать, простое ли это занятие и просто ли живется в федерации. Пару раз я потренировался, уже задышал. Сейчас, я надеюсь, красивый кадр на камеру. Приподнимаюсь и отталкиваюсь. По плану я должен был ровно покатиться в выпаде, а камень плыть плавно и как можно дальше по заданному направлению. Камень противника, чтобы выбить его из зачетного круга. Такие в керлинге порядки. У меня не получилось, и я решил попробовать еще раз. Колено поставил, чтобы не упасть. Спорт неспешных или вдумчивых? Одни его не понимают совсем, а другие находят азартным. И даже сравнивают с шахматами. Рассчитать и победить. Толхнуть камень – полдела. Теперь нужно свиповать. Не путать с работой шваброй. Игроки шоркают лед перед камнем, чтобы тот докатился до цели. Со стороны может быть забавно, но такой спорт действительно выматывает. Прийти, встать на лед и начать играть точно не получится. У каждого по-своему. Кому-то нужно год ходить, кому-то полгода, кому-то месяца достаточно. Керлингу в Алтайском крае три года. Один из самых молодых видов. Зародили его здесь активисты, которые сами хотели играть в керлинг. А сейчас собрали целую команду – 40 человек. Сорок первых в крае толкателей камня уже увлеклись настолько, что хотят побеждать. Из приятного отбор на турнир сибирского уровня. Но дела Алтайской Федерации пока идут непросто. На соревнования спортсмены ездят за свой счет. Бюджет, который им выделяет Краевой Минспорт – 48 тысяч рублей в год. Есть также и помощь спонсоров. Без помощи государства очень сложно. Мы, грубо говоря, три года. Ну, не могу сказать, что мы на одном месте, где топчемся. Есть у нас прорыв, но это, грубо говоря, вот собственными усилиями на голом энтузиазме. На встречу молодому спорту пошли в Карандин-арену. За аренду льда керлингисты платят минимально. Вы сами представляете, как на эти деньги можно существовать год. То есть это одни соревнования. Как правило, это чемпионат Алтайского края. Вот мы в этом году их смогли провести. И, тем не менее, соревнования организуют. А как иначе развивать спорт? Кстати, если вы уверены, что это простая игра, вас приглашают убедиться в обратном. В первую тренировку, говорят спортсмены, вы будете учиться держать равновесие в выпаде и правильно тереть лед. Одним словом, керлинг – это не шутки. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok